Господи Иисусе Христе Сыне Божий, помилуй меня грешен. Номер 181. События дня. Матфея 16.24 Отвергнет себя. 10 июня 2016 года. Их пир вчерашний. С этого же вначале. Ну, особый день. Мне исполнилось 77 лет. Нас называли по календарю, по святкам. Поэтому не так, что я родился тогда, а День Ангела тогда. У нас этого не было. Второе. Заезд в детский лагерь. Открытие. Мы благополучно доехали. Тут интересная примета такая. Дождя нету. Погода ясная. Небо чистое. Но только мне ехать в Потеряевку с ребятишками. Обязательно дождь. Год за годом идет. Вот как будто я и даже стал говорить. Или это благословение Господне. Или искушение. Все кричат благословение, благословение. Приехал Игорь Барабаш перед этим только. И говорит, дождя совсем нету. Грешку посадил. Сеет. Ну, надо уже. Июнь идет. В сухую землю. Ну, вот. Попросил молиться. Стали молиться. Молиться стали. И пошел дождь. По молитвам там или не по молитвам. Ну, у меня сестра тут молилась. А ее спрашивает. Сейчас, не знаю, муж или кто. Говорит, что ты так убиваешься-то за Игоря-то. Ну, как же. Грешку посеяла. Все пропадет. И дождь для Игоря. Так можно сказать. Ну, и в Барнауле даже капли не упало. А здесь такой дождь был. Да град. Я не знаю, что у них там с рассадой, говорит, побило, наверное. Сестра рассказывает. Валентина шла. Ее градом как начало долбить-то. Она ой-ой-ой до того больно, говорит. А там слуховой аппарат, что ли, был. Говорит, ударила и все вылетело. Ну, ладно. И вот я хотел показать поздравления, сколько было. С днем рождения. Много очень на телефон было. Ну, я приехал что-то охота делать. Еще только начинаю делать. И руки уже не стал пачкать. В рукавицах. Там крапиву надо драть, пойти голубям. Со мной Виталий полез. И там и здесь. Ну, просто непрерывно весь день звонки были. Это дело Господне. Это я опять же сказать. Как вот человек настроен будет. Я даже и не знал, что столько людей, которые желают мне не смерти. Вот я сейчас прочитаю. Маленькая-маленькая часть. Так я не беру. Еще не прислали с контактов. Потому что здесь связь другая. Там у меня что? Благодетели платят. Сколько там? 500 рублей в месяц. Вот. Теперь это все в Барнавельске осталось. Там здесь снова открывать надо. Но там как будто бы за какую-то плату на 4 месяца заблокировали. И поэтому я в скайп выходить не могу 4 месяца. 4 месяца. Ставить сам не могу. Заказчиваю вчера маленькие два стихотворения. По 2 минуты 10 секунд. Второе 2 минуты 11 секунд. Вот. Гигабайта как не бывало. А там определенное число гигабайтов. Ну нашли здесь более-менее льготное такое. 400 рублей в месяц. Ну для меня 400 рублей. Это уже цена. Потому что пенсия 6523 рубля. Ну что спрашивать со всеми льготами? Маловато, конечно. Ну к слову сказать. Вот. И с одноклассников, с сейсбуков разных. Ниоткуда уже я ничего не получаю. Я только знаю, что там сотни и сотни. Вот. Евгений Давыдкин. С днем рождения. Поздравляю. Три восписательных. Игнатий Тихонович. Желаю всех благ земных и небесных. Слава Богу за все. Спаси Христос. Антон Моргунов. Мир вам. Да помилует и спасет вашу душу Господь. Игнатий Тихонович. Многие лета вам. Вы стали годом ближе к Спасителю. Искренне желаю вам долгожданной встречи с Богом в Царстве Небесном. Но если Господь даровал бы нам людям много таких делателей на жатву, чтобы все услышавшие и принявшие Слово Божие постарались с любовью исполнить Его. Желаю вам всего того, что уготовил вам Господь, любящим Его. Благодарю Бога за вас, как служителя и верного раба Христова. Хвала Господу нашему и Спасителю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Это пишут и протестанты. Я еще не беру, сколько мусульман поздравительные присылают. Просто ничего не беру. Протестанты. Которые знают мое расположение. Патриаршие, священники. То есть не безразличны к тому, что я еще остался жить на земле. Ну вот вы считаете, хорошее, а плохие еще не считаете. А не было ни одного. Вот на удивление. На удивление, что было в прошлом году много разных саварбеков. СД я называю. СД. И друзья во врагов там превратились. Ну не друзья, близкие там. Как угодно можно назвать. Ну ни к чему совсем. СД. Вот надо же, вот как будто печать какая на мне. СД на меня будут идти, чтобы я заранее их распознавал. Ну молились и молились. Молились и ни одного не стало. Ни одного. Они умолкли или устыдились. Или Господь запретил. Или заболели. Не знаю даже. Они не объявляют. Ну приходилось доносить черный список. Но перед этим только что мне скинули материал в Карагандинскую прокуратуру. Про этого Алмазова Саварбека. И я отдал это с уведомлением заказным. Я уже сам на почту не иду. И он написал. Это получилось 8 страниц. Подробно, крупным шрифтом. Со все данные. Все знакомые, которые там, чтобы могли они допросить и узнать. И чтобы этого впредь не было. Так что за Саварбека за этого ненормальная сексопатология. Он мои фотографии брал. Жена прилеплял. Другие творят пакости такие. Но это не угодится никуда. Взрослый человек. Может побеседует. Может образумится. Он хоть и Саварбек, но ведь тоже человек. Вот так. Галина Блеська. Это уже Кузнец. С вашим днем появления на свет Божий. Игнатий Тихонович. Здравия, спасения, терпения. Доброго ответа на суде Божьем. Ой-ой-ой. Вот это мне нравится. И вечный бой. Покой нам только снится. Божие благословение на все ваши труды. Слава Христу, показавшему вам свет и подарившему на надежду. Радости, бодрости и добрых встреч, чтобы было больше. Ну, в 4 месяца ни одной встречи не будет. Даже утренний я ставить не могу. И ни одного ролика закачивать не могу. Я говорил об этом. Поэтому я отсылаю. В каких там городах, кто будет ставить. Модератор у нас везде есть. Администрация. Они будут ставить. Но они будут. Будут только, надеюсь, 10 позже. Ну, ничего. Я говорю, доехали благополучно. Ну, дальше как ехали. Как сборы там были. Как здесь встречали. Ролики будут стоять. Мне и закачают. А я успею там за сколько? За полчаса. Сделать это. Тем более сейчас я еще до 8 утра. И говорят, вроде бы подешевле. Тариф какой-то. Ничего не знаю. Вчера пришлось дождаться, когда приедет программист. Размонтирует. Вот у меня с собой. Сейчас бы кто-то был. Сяду. Повернули. Я что я говорю, показываю. Процессор на столе стоит. Это не ноутбук у меня. Мой. И мне очень легко здесь делать. Ну, я Виктору Савченко сказал. Виктор Николаевич, смотри, что будет брат делать тут. Программист. Какой провод? Куда приставлять-то? А тот брат, он торопится. Или не все рассказывает. Ну, видите, запомнил, не запомнил. Никита. Вчера они с Виктором тут начально оставил. Все Никита. Вот видишь, как Господь благословляет Никита Колесников. Никита Андреевич. Вот. И вот они вчера мне поставили. Я сидел, он наблюдал. Когда я по 2 минуты 2 ролика закачал. Ну, там у меня уходит, ну, сколько там, минуты, полторы. А здесь скачало 10 минут, 12. Ну, разве себе. Хотя тут тарелка. Придела, но у Виктора. И подключение через провод, через окно просверлено. Это уже было здесь. Виктор-то в новом доме там живет. Чтобы жене было удобнее, пространнее. Ну, был один, а теперь не один. И вчера у нас тут была одна беседа. Беседа. Беседа будет интересная. Называется будет так. Чужую беду руками разведу. Вот. Получилось, что это один из наших. Строился. Строился, разрешили. Батюшка благословил. То ли батюшка не знал, или что. Что, кто там живет. Там домик старый ставил. Оказывается, человек прописан, а земля на нем. И поэтому получилось два человека. То есть, то ли хитрость была, то ли глупость. И вот они решили, что он год строил домик. И теперь что, разворачиваться, ломать и возить. Да тем более из досок, а то не из бревен. Ну, собрались. Батюшка, как всегда, против, чтобы записывали. Да кому это надо. Батюшка, ну что нам решать за людей, надо, не надо. А мы показываем, как живем. Мы ничего не скрываем. Ну смотри, Путин-то. Ну что, Путину все там, как отвечает даже. Где под него подкусывает. Возьми Жириновский. Там даже дерется где-то в думе, в ради, в Украине. И все показано было. Ну что тут, вантаистика перед Богом-то. Ну тут большой дождь пошел. И мы побеседовали. И прекрасно все закончилось. Результат какой между собой, как говорят. И все такое. И как пришлось, говорится, разрулить обстановку. Это будет ролик. Ну дней через 10. В неделю один раз я отсылаю и накапливаю. Понедельно. Это у меня 52-я папка. То есть 52-я неделя, как я понедельно отдаю. Чтобы поставили мне. В Наталье Вилатова. Это все вчерашний день. С голубям слазил там, направил все. Гнезда подправил. Там комара, оказывается, много. Второй день дождь шел. Да большой дождь. И там крапиву убирали с того холма, где у нас летняя столовая. Ребятишки там все были. Это Володя там все это. Никита там снимал. Володя стряпать начал. Хлеба привезли. Ну маловато. Ну ребятишек-то немного. Остальные позже приезжают в пути некоторые. Вот. Это события, которые были в дне. А тут косить надо. Коса сломанная. Ну я идет мимо Исааки. Я говорю, Исааки, скажи отцу, чтобы лучшую косу мне дал. Литовку. И натащил ее. Ну а сам ушел в лагерь. Прихожу. Уже у двери стоит литовка. Готово дело. Косишь. Ну я пошел там пробить дорогу хотя бы. Трава уже большая. Выше колен. И не пройдешь там репей на Рослик. Не на голубятню номер два. Ну пошел побахал. Ну с непривычки целую зиму-то сидел. Пришел. Майка все. Как будто в воде меня кто мочил. Ну пропотел так. Ну а тут комарики еще у меня. Я такой не люблю комары, когда со мной вместе. Они мне ночью-то сегодня поджаривали маленько. И фуражку надел. Под одеяло залез вроде бы. Но все равно. Плохо-плохо там. С пол первого уже. Ну а еще в 11 там лег спать. И присадь с дороги было. И сегодня вот я встал еще за полчаса до нашего подъема. Подъем 4,40. Ну то есть не совсем это вошел в ритм-то. И вот все раз собрал. Это я вот это вот что сейчас есть. Это из скайпа и на мейл.ру в основном. А с телефона там что? Там пишут и вот у Лески сейчас считали. Так она и по телефону два раза. И в моем мире и кажется в скайпе даже. Вот такие люди. Это любовь. Она думает одно не дойдет, другое дойдет. Да вы для нас как локомотив. Вы тянете все. И священники-то обстановка-то меняются. Стали относиться по-другому. Увидели, что там сектант, сектант, сектант. А ничего этого нету. Главное-то сектант это Дворкин. Дворкин. Который сеет разрушение, травлю. Это все сейчас им занялись другие международные организации. Это ЦРУ. Гарвардский проект. Это он по их проекту видимо приехал сюда. И что вытворяет. И против меня уже несколько раз выступал. Но есть такое соревнование. Дуэль называется пианистов. Посмотрите там как они на корабле. Два пианиста соревнуются. Ну и которого один-то унижал. Изобретатель или как там составитель джаза-то. И он ему отвечает. Ты сам напросился, козел. Вот когда Дворкин на меня полез. У меня мысль эта блеснула. Ты сам напросился, козел. И вот теперь его долбят. Ему не до меня уже будет. А во мне он еще нет. Данные все брали по чаевой. Там несколько сенсорских отделов. Это самое гибельное. Сенсорский миссионерский отдел. Это прямо сатанинскими можно назвать. Которые были гибелью, сетью для православия всегда. Тем более миссионерских отделов никто не образовывал. Это имитация под Бога. Сам сатана принимает вид ангела света. Какие они миссионеры, когда злобой в развал идут. Ничего. Нет, близко не стояли. И миссионеры, отделы, там какие-то руководители. Все это они делают. Это ангелок. Говорит, а рога в потолок. Миссионеры от комаров отмахивались. Это молитва. Это откровение Божие. Это водительство Духом Божиим. Это работа в Духе Святом. Нерожденному свыше там ничего нет. Это деревянные мозги. У вас нету. У нас нету. Что у нас нету? У нас все есть. А епископ вас. Да мы не знаем, так или не так. То есть система. И они под систему подложатся. Да не думайте говорить, что вы Богу подчиняетесь. То есть они этого не знают. Прямо как будто дьявол в образе миссионерского отдела. Я попутно все говорю. Бойтесь их, как огня не подходите. И названия обязательно какие-то дадут. Что-то пишут. Чужие труды перекопируют. А своего божественного-то найди. Много ли будет? Благословены такие встречи. Все в жизни бывают первым. И кого благодарить, если повезет в жизни. И окажется собеседником тот, кто может ответить на самые главные в жизни вопросы. Уважаемый Игнатий, поздравляю с 77-летием. Лет до 100 свести вам без старости. И, конечно, и после 100. Желаю побития рекорда долголетия. Вы нужны людям. Ну, рекорды. Какие тут рекорды. Какие? Вчера вот помотался. Да ладно. Еще так. А то, говорит, бывает, вырвется на дачу мужик. А там пять соток-то. Ну, бухгалтерский работник. Так-то они. Брюшко у него. И вот он лопатая. Тут теща еще подзадорит. Ну, и зять у меня там соседкой говорит, чтобы он слышал. А он ломится. А сам, как я, такой же. Вот пропотел. Ну, все, в баньку. В баньку истопили. В баню. Пришел оттуда. Ну, еще щекушка. Ну, щекушка мало там. Пол-литровка стоит. Ну, а к утру к зятю. Вставай, Миша. А Миша уже на суде Божьем. Серчишка-то я не выдержала. Ну, я не пью. Не пью. Баню в тот день не пошел. А сердчишка-то тоже. Ну, что спрашивать? Столько переносило. У меня стихотворение есть. Ранили сердце печально и не вести. Неслухом стало частенько одно. Трудно дышать. Сколько жить мне на свете. Сколько еще суждено. И вот. Вы нужны людям. А, надеюсь. Это, видимо, надеюсь. Вы на меня не рассердите за художественные вольности с вашими фото. Я не знаю, это она или кто-то другой сделал. Видимо, не указал тут. Я даже сейчас, даже точно-то и не знаю, кто это пишет. То есть, там мои фотографии. Я их даже не могу не снять, ничего. Но успел посмотреть. Там где, ну, разные-разные эпизоды, фотографии. Это их там подстраивают. Как будто на большом блюде нарисовано. Или в рамку. Ну, так интересно. Люди умеют делать. Если вам не нравится, просто удалите. А если понравится, сделай еще. Ну, понравилось, сделай еще. Вот это, видимо, не знаю кто. А если понравится, сделай еще. Например, для ваших женщин из прихода. Пожалуйста. Это все открою я только через 4 месяца. Женщины-то все любят красоту. Вот для примера. И дальше идет пример. Как она делала это. Наталья Филатова. Видимо, она это и делала. Благодарю, Наташа. Благодарю. Вот тут где он меня не развел. Я подправляю. Она линтернат слепляет вместе. Сергей Фофанов. Дорогой брат Игнатий. Поздравляю тебя с днем рождения. Желаю тебе здоровья. Героических побед на духовном фронте. И всего самого-самого наилучшего. Многое лето. Ну, многое лето. Чтобы так сказали протестанты. Не знаю. Православные, как правило. Старобрядцы. То есть мне все, абсолютно все. И католики поздравляют. Но у нас не положено этот день никак выделять. Кроме канона. Вчера и канон не помолился. Ангелу-хранителю. Ну, дорогой поблагодарил и все. Ну, детей, увидите там, как это. Посадить надо. Загрузить. Пищу. Две машины шло сюда. Одну газельку ребятишками набили. А двое еще не позвонили. Уехали. Сергей звонит. Дроботы приехали. Да где же они были? Да они же по Топаловскому тракту уехали. То есть они ехали туда, теперь обратно туда. И теперь надо где-то нам было становиться. Это же проспект. И мы ждали. Где-то спрятались. Витя стоял, стоял, ждал, ждал, ждал. Мы час потеряли. А я вижу кошку. Она ревет, чернушка. Кричит и кричит всю дорогу. Жара начинается. И драгоценный час прохладный. Оторвали у нас. Зачем же родители? Почему не позвонили-то, говорю? Ну могли позвонить-то. Встали у дороги там-то, там-то нас встретите. Вот вчера хорошо получилось. Тимошу встречали, Батугина. Сергея Встетилнова. Я не спросил, как. Потом расспрошу, запишем интервью у него. Его нет сейчас здесь. И, ну, это еще время есть. Отправляться я назначил пол восьмого, чтобы машины тронулись. И получилось так и есть. Ну, может быть, минут пять там кто-то прощался долго. И так и все. Машина была. Газель одна для детей. И много там взяли продуктов. Ну, разные-разные. Мука, сахар, рожки разные. Там масло растительное, соль. Манка, крупы. То есть мы богатые. Это помогли нам люди. Я в прошлой нынче потерял главных благодетелей, спонсоров. И вдруг Бог нашел их. Нашел, и они мне снова помогли. И помогли, а до встречи не было. Только дали их почту. И туда. Ну, теперь сам дома начал делать, сканировать, чтобы синяя печать была. Как-то у меня получилось. Ну, тут учат меня модераторы раньше еще. Ну, и получилось. То есть немощные, не понимаю, а получилось. И там получилось, и позвонили. И машины у них нет. Раза три к ним ездил получать Сергей Павлович Пупков. И все привезли. Ну, как-то одно к одному. Вот так идет, и все так, как мы думали. Ну, просто это друзья пишут, и враги тоже. Но враг ни один не вышел поздравлять. А что поздравлять? Это моя какая-то вот заслуга. Я долго искал, где бы найти материал. Меня всегда, как, не то что волновали, а внутри меня голос был. Что чувствовал Адольф Гитлер, когда началось отступление. Вот это вот. Что? Меня никто не интересует. Никто. И святые мучить я их насчитывал. Ну, это все понятно. Но он, возомнивший себя мессией, талантливейший человек, гениальнейший. Его по-другому не назовешь. Это на него ломится там, который гнал еврея в основном. А температуру задают. Ну, есть же у человека добрый. И добрый где-то. Нет, и ребенок не такой. И крипторфон. То есть одно яйцо у него было. И по женщинам. Ну, ничего этого не было. Все ложь. Он герой. Герой. На войне Первый мировой был, крест заслужил. Он вояка был. Ну, что? Сталин, Ленин воевали. Нет, конечно. Никто не воевал. Его избирали. Он переворотов не делал. Он пришел демократическим путем. Ну, это-то ясно всей Германии. Голосовали раз за другим. Но мне не это. Что? Ну, вдруг, когда Францию завоевал, Бельгия, началось Норвегии. То есть, чтобы вокруг России оторваться. Он все просчитывал. Ему... Я считаю так, что злые духи... Он же с этим там... Анарботом или какая-то... Гиммлер-то помогал. Искали. Экиспедиции везде были. Ему духи зла подсказывали. И вот это... Вальпурьговая эта ночь, когда он думал, может быть, в этих шраствах Даниила Андреева занять господствующее место. Почему так? Я абсолютно не верю, что он был застрелен или в убийстве. Нет. Нет. О, его не было здесь. Это подстава. Нету. Я на молитве даже это проверяю. Нет. Он жил, говорит, в 73-м году, что ли, умер. Только ребенок был и прочее. И вдруг нашлась душа секретарша. Молодая секретарша. Их там было у нее три или четыре секретаря. У Сталина какие были секретари? Какие воспоминания? Постышев какой был? Все на казнь. Это людоед. Даже сравнить нельзя. Не курил и не пил. А тот пил и курил, и воспоминания Хрущева возьмите. Другие там пишут где. И даже сравнивать нельзя. Не понравится ни почем. А оба они от демона. И вот как началось отступление, я хотел проникнуть. Как он был, как питался, как с кем разговаривал, какие внутренние переживания. И вот уже Берлин оккупировали. Уже все рушится. И она все рассказала. Но я кое-что не расслышал. Я обратился здесь и говорю, кто может мне в ворд, переведите, что он говорит. А это вот такой вот текст. Это не одна страница. Не одна. Сорок одна страница. И сделал вот как раз Александр Рифанов. Мир вам, Игнатий Тихонов. С днем ангела. Ангел с большой буквы надо писать, Александр. С маленькой буквы это плохой ангел. Как сказал премудрый муж, нет богатства лучше телесного здоровья, и нет радости выше сердечной радости. Серахов 31, 16. Здоровья, радости вам благословили. Благословил вас Бог. Спаси Христос. Как омарите, еще не все. Вот так. Юлия Долбнева. Благодари Господа за ваше рождение. У нас все хорошо, слава Богу, вашими молитвами. Вот. Надежда, тишь ли. Мир вам, дорогой Игнатий Тихонович. Прислала вам видео. Семиминутное. Может быть такая версия правды. Не видел, не открывается и ничего не знаю. Я ничего не могу открывать. Я это сейчас отсылаю и зайду. Утром проверить только пакости, какие есть, там посмотреть. Меня не интересует доброе, а именно пакости, что там матерки пишут. Ну и люди-то видят, а чего ж вы не убираете. Да я не могу зайти. И дальше она пишет. Дорогой Игнатий Тихонович, поздравляю вас с днем рождения. Желаю вам здоровья, долголетия, чтобы побольше поработали на Неве Господне. Ну как бы угодно. Да благословит вас наш Господний Иисус Христос. Очень рада дружбе с вами. Вот видите как. Ну это, видимо, система слепляет. Но не пишет же она так, чтобы все было вместе. Это система. Поздравления. Вот эти от души. Я чувствую от души. Юрий Соболев. С двумя семерками вас, дорогой Игнатий Тихонович. И хотя рождение телесное стоит ниже рождения духовного, все же без первого не было бы второго. Милость Божия, что вы живете в нашем веке, в нашей стране, говорите и пишите на русском языке. Это еще предстоит осмыслить будущим поколениям христиан. И смею полагать не только христианам. Да хранит вас Христос в силе духовной и телесной во славу Божию. Молитвенно и крепко обнимая вас много лета. Вот нападают иногда там так называемые миссионеры. А, вот его запретить надо, Соболев, он вам льстит. Ну, наши мысли сходятся. Я понимаю, то, что я писал, то, что есть, это будут исследовать. Обязательно после моей смерти. Я сам сейчас считаю, ответы мои где, стихотворения, я не могу их признать моими. Это вот что. Я трезвый, в рот не беру алкоголя и памятью Бог не обделил. Как будто первый раз вижу, я всматриваю в строчки, какое слово за каким идет. Нет, это не мое. Ну, представьте, по 9 куплетов, это как раз полностью страница заполняется. По 4 строчки в куплете, 36 строчек. Иногда в каждой строчке указываю место писания. И таких стихотворений рукой написаны 3467. Это те, которые сохранились. И ни одной помарки практически нету. Пишу как с чистого листа. Это вы что, сами писали? У меня поэты спрашивали в литературном институте. Да, дорога, писал я. И что, и вы в пушке там щеркают, щеркают, а то не знаете, что тут под рифму сделаете. То я не было этого. И вы как смотрите, как оно закончено? Я не смотрю, как на свое. Вот какое дело. Я не смею, не смею портить то, что мне не дано. Ну, а кому вы подражаете? Не подражаю, я молюсь. Как подражать? Я этого даже и не знаю. Ну, а кто вам больше всего нравится? То есть узнать, под кого я подделываюсь. Ну, кто нравится? Ну, не Пушкин, конечно. Это что, так, стихоплеты, юбочник. Есть, которые нравятся, которые патриотические, как Николай Алексеевич Некрасов. Самый любимый у меня поэт Семен Яковлевич Натсон. Двадцать четыре года жил. Вот. Ну, есть поэты, о которых прямо говорили. Что у них строка легко-легко идет. Я когда прочитал про такого, ну, и сказал, это может относиться и ко мне. Он написал так. Одна есть в мире красота, любви, печали, отречения и добровольного мучения. За нас распятого Христа. Бальмонт. Константин. Бальмонт. Вот. Относительно легкости написания. Только о нем я такое считал. О нем. И я не то, что там это, напрашивался куда-то. Я так и писал это. И спрашивает, а что вы статистикой занимаетесь там? Самореклама. Ну, то есть, не знаю, это мирские люди, у них трафаретные мозги-то, я говорю, деревянные. Ну, а как узнать-то, много ли это мало? Это я нашел у Пушкина, Лермонтова, Некрасова и Блока. Самый из них, больше всех, написал Блок. Так у меня стихотворение, их четверых сложить у меня больше. И вы себя считаете поэтом? Да меня поэтом называют везде, но я не поэт никакой. Это проповедь стихах. Четыре тома по 800 страниц, каждая страница с эпиграфом, каждая строчка. А на каждой странице 42 буквы, это строчки на каждой странице. Четыре тома по 800 страниц. Это у меня приготовлено, но в интернетной версии стоит на нашем сайте. И 120 страниц, полный лист фотографий наших поездок миссионерских. Приготовлено, издать не мог. Речь идет о миллионах, на тысячу экземпляров. Два с половиной, кажется, миллиона уже. Это невозможно издать. Вот я Юрию Соборю хочу сказать, именно так. Это находятся люди, а не один уже говорит. Вот стихотворения ваши специально будут люди, там это называют Пушкина веттом, или там еще как-то вет Лермонта, ада там, ну как-то поэтому, ада или это. Вот у вас тоже будут исследовать. Я говорю, не исследует каждый. Тут надо знать, что. Я попросил в одно время, первая книга вышла, стихов. Ну, там всего-то было, это 314 стихотворений. Книга называется «Церковь, свобода, тюрьма». Первая книга у меня вышла, когда, и вот, я как бы на том смотрю. И там такие стихотворения, которые в тюрьме написаны были. Первый раз меня арестовали в 80-м году, в 86-м. А дальше я вышел из тюрьмы, опять не пишу. 5 лет нет ни одного стихотворения. В тюрьму посадили, больше 90 с лишним. И все именно с тюремным настроем, и как выйти из этого. И вот люди, которые считают и говорят, да как это так, это вот о том пишите, и так. Такая называется экстраполяция, переносит события. Ну, и корректором попросил, узнал, что хорошая есть женщина у старообрядцев. И она говорит, а что это такое, снопы наклонены. А к чему это? Она не понимает, что это снопы, взятые из биографии Иосифа Прекрасного, сына Якова, про патриарха Якова. Что оно означает? И по нему свой сноп наклоним. Когда мы уверуемы. То есть она не понимает, с чем сравнивается. А у меня бывает так, легкий штрих только. И ты должен туда идти. Вот у Ивальди было в музыке. Он молился, священник был. Ну, Ксенцель, как его назвать там. И в это время ему приходила мусь. Он, бумага с собой была, он прямо на престол ложил и тут же писал. Это кощунство на престоле, там божественная жертва. Там в тело превращается хлеб. И жалоба пришла к папе. Это инквизиция. Но папа оказался необычным. Инквизитор, видимо, не был. Он говорит, оставьте его. Ну, вы же видите, там поэты разные, вот эти художники. Настоящие художники, а не от слова худо. И вот музыканты. Они другого требуют рассмотрения. Там пускай пишет. Вот представьте, его не осудили. А ему пришли эти фуги. И он сразу раз скорее чертнул, а потом дома он восстановил. Вот у меня так же на молитве. У меня на молитве молимся. У меня раз одна строчка мелькнула. Я скорее прямо на молитве запишу и отложу. Иногда бывает четыре строчки. Четыре, то есть разные строчки. Я четыре на четыре как бы листа я кину. И послали меня в этот день пасти. Коров здесь потеряйки. Я прихожу, у меня четыре, в законченном виде стихотворения. Горелая роща называется. И там горело. И все это событие вошло. Коровы домой не идут, днем бегают, хватают траву вечером. И на эту тему как раз у меня и строчки-то были-то. И они с большим-с большим рассмотрением твоей личной жизни. Поэтому мне некоторые говорят, что после вас найдутся люди верующие, чувствующие поэзию. И они рассмотрят. Не претендую ни на что. Юрий Соболев. Номер 179. События дня. Матфея 16.24. Отвергнись с себя и возьми крест свой. 8 июня. Отличнейший ролик. Солидарен с вашим чувствованием трагедии богоизбранного народа. Вот я когда слушаю песнопения еврейские, я тут объясняю в этом ролике. Мне ближе русское песнопение, церковное я люблю, греческое пение и прочее. Это мусульмане где поют, мне нравится все, но внутри отзыва такого нет на эти мои. Но когда я слышу, что поют евреи, даже мирские песни такие, может патриотичные, у меня внутри как будто новый слух открывается. Не понимаю ни одного слова, что это голос моей родины. Язык, который я забыл в будущем младенцем, в плену, это в другом месте. Что я еврей. Это мой народ поет. Да какой же я народ-то? А вот такое у меня чувство. И я это сказал. Выслать, интересный материал, небольшой выслать по этому вопросу. Но вы и так все выразили и сказали, не считая его. Это мне всегда говорят, только думал задать, а вы ответили. Василий Кудерин. Игнатий Тихонович, поздравляю вас с днем рождения, долгих вам лет жизни, бодрости и крепости. Спасибо за ваши труды, как Юлия. Дорогой Игнатий Тихонович, любимый наш человек. Да с большой буквы. Сердечно поздравляем вас с днем рождения. Спасибо вас Господи, вознаградит вас Бог и Его за ваши труды, милосердие, за вашу любовь. Да подлит ваши годы, укрепит духовно и физически. Могу сказать, что миссионерами, которые называются, или во главе со своим главным гуру, как его называют. Но он не гуру, он никого не учит, он пакосте делает, а я говорю о дворке нет. Ему никогда таких всех поздравительных не получить. Никогда. Ну, от своих там, которые вместе с ним квасятся. Андрей Жовба. С днем рождения. Желаю благ от всей души, любви без меры. Пусть жизнь продлясь, в годах оставит славный след. И пусть не ослабляет в жизни Божья вера. И пусть хранит тебя Господь от бурь и бед. Свяща не гаснет, укрепляется надежда. Пусть радость будет в сердце и блаженный мир. Всегда пусть будет белоснежными одежды, Чтоб в трудный час Господь позвал на брачный пир. Тарас пишет, Одесса, с днем рождения. Игнатий Тихонович, много лета вам. Молюсь за вас и благодарю Бога, что Бог вас открыл людям. Видите, какие слова пишут? Это слова не о простом деле пишут. Филипп и Виктория из Дании. Тут Одесса, это Украина, а это из Дании. С днем рождения, Игнатий Тихонович. Хорошо, что вы и есть такой. Неоднозначный человек. Христианин. От которого можно узнать много важных и ценных вещей. Желаю вам здравствовать еще долго и плодотворно. Алексей Матюшин, Казахстан. Мир тебе, посоветуй. Что мне делать? Прислали батюшку, во время службы пьет. В алтаре, значит. У него, кроме нашего прихода, еще есть. Требует ключи от кассы. Вино для причастия закончил. А там пять литров было. Говорит, что ключи у него должны быть от всех помещений. Что мне делать-то? Бросить все или съездить к ладыке, то есть к епископу. Тогда придется и занятия бросить по изучению Библии. Как ты скажешь, так я и поступлю. Вот какое доверие. Вот я скажу. Значит, я должен взвешенные слова говорить. Я отвечаю. Чего же ради отступать? Бейся до конца. Мы можем молитвой, поможем искренней молитвой. Съездить к епископу. Благослови Господи Алексея, епископа расположи. А при чем тут занятия по изучению Святой Библии? Они никак не относятся ни к выпивке попа во время службы, ни к чему иному. Вот так. Роман пишет Сергеев Посад. Игнатий Тихонович, с днем вашего рождения, поздравляю ваших близких. Взял билет, прибуду на станцию Корчера в ночь с 13 до 14 июня в 2.45 по московскому времени. В билете написано, что прибытие такое-то. Слава Христу. Андрей Марко, Украина. С днем на рождение, Игнатий Тихонович. Дякую. Иван Иванов, США. Поздравляю вас с днем рождения. Желаю вам здоровья, хорошего настроения и удачи во всех делах на Божьем поприще. Вот когда звоните по скайпу сейчас, я не могу. Разговоров по скайпу не будет. Меня тут, ну я не уменьшусь. Даже вот такое составить, и то никак. Но это я отсылать буду. Это не в интернете сейчас делаю. Когда за события дня я показывал, какие пришли. Теперь копирую с форума, копирую с других мест. И здесь уже все. Алексей Задворнов. Игнатий Тихонович, с днем рождения вас поздравляю. Желаю более глубоких отношений со Христом. Еще более глубоких отношений. Принести много плодов Святого Духа. Киняйкина Елена Мирова, Игнатий Тихонович. Почему-то мягкий знак, зачем, не знаю, я уберу его. Многое лето, многое лето, многие лета и доброго здравия. Из одного лета, то есть летой год, а много не сделать. Да хранит, благословляя вас Господь, с любовью, почтением сестра Елена. Благодарю Елена. Александр Живоба опять. Дорогой Игнатий Тихонович, с днем рождения. Таких вот христианину в день рождения как трудно что-то пожелать. Нет Божьего, лучшего Божьего спасения. Кто больше Бога может дать, сможет. Пустые штампы о здоровье. Зачем они, коль ты Христов? Ты исцелен святою кровью. И верой истинно здоров. Удача перемена птица. Желать ее напрасный труд. Прими любое, что случится. Удачи, счастья не дают. Райхан Жейнаков, Казахстан. С днем рождения, Игнатий Тихонович. Дай вам Бог здоровья и долгих лет жизни во славу Христа. Саша Зорин. Многие лета, Игнатий Тихонович, с днем рождения. Вот такие только поздравительные я даже не считал. Ой, что я сунулся куда. Нажал не так. Ну, что теперь сделаешь? Открывает мне в интернет. Вот видишь, сейчас я в интернет заглянул. Нечаянно нажал. Вот. Что здесь? Так, Степан Михаил. Ответ на комментарии. Посмотрим, что. Шершней в дупле выжигаем. Степан, да неоднократно сказал, что. На комментарии пользователя. Вот я не видел, нажал не туда. Я бы не зашел. Не торопись только. Вот что он. Сейчас тут, видите, в деревьях. Посмотрите, как трудно закачку ведет-то. Мужички, лесовички. Степан. Степан, Смирнов, не тебе. Ну, тут непонятно, о чем говорит. Это я убираю. Это просто удалить. Ничего тут нету. Загрузка такая пустая. Я о шершнях тут много выставил. Вот. Сплаш что-то делает. Старый дед с бородой обречено на успех. Вот эти ж какие. Зачем он крестится? Слова-то старовежий, что ли? Эти шершня огнемета выжигать надо. Вот. Но это опасно. Я все написал. Тут, блин, классно. До конца смотрел. Дай Бог вам всем благословения. Тут, блин. Это нехорошее тоже слово. Блин, это женщину так называют. И теперь по-другому хотят сказать. Ну, вот так. Это я убираю. Посмотрю попутно. Что еще? Вот. Иван Герц. Что тут? Беседа атеистов. Верующим в Троицу. Вопросы. С Андреем Скопенко. Ну, надо посмотреть, что тут говорит. Вот открываю. Это тороплюсь скорее. Это время-то идет. Открываю. Спасибо. Вот. Что тут отвечает? Я убрать. Тут матерки бывают. Что тут есть? Ну, не открывается она. Вот. Проверить теперь. Что-то. Верить в НЛО для атеистов минимум за шквар. Но отрицать существование внеземной жизни не стоит. Вполне возможно ее существование. Ну, так он мыслит. И пускай так мыслит. Есть и другая жизнь. А какая ангела? Архангела. Это Хервим и Серафима. И здесь о верти. Ну, не поймешь что. Как правило, если вот такие вот говорят, которые скрываются, то я уже ничего хорошего не жду. А может, я не так. Сейчас посмотрим, что тут. Беспорядки в храме Святая Русь. Это стихотворение мое. Святая Русь. Посмотрите. Вот тут сидит Иванна. Наша красавица. Она мне очень нравится. Викторова жена. Так. Хорошо. Вот так иметь на все вопросы готовые ответы. Жить по заповедям Божьим. И ни над чем не думать. Опиум. А что опиум? Что опиум-то является? Что на все вопросы готовые ответы иметь? Это не опиум. Ну, даже не придумаешь, что такое сказать. Ну, вот пусть видят, что это опиум. Слава Христу за эти песни благословения. Вот. Святая Русь. Смотрите, как поется. Открою. Атмосфера, 19 глава, 8 стих. В разные времена Господь благословил мне написать эти стихотворения. А Виктор Николаевич Савченко, это старший воспитатель в нашем детском лагере Стани, потеряете в честь климента Анкирского, он положил на музыку, играет и поет. Уж кровать. Это воспринимается, но все по слову Божьим. Начинай. Виктор. Дальше показать, что тут есть. Ну, тут Святая Русь, это стихотворение есть такое. Ну, ладно, а то мне время уходит показать. Ну, вот видите, сунулся и вот увидел. Что еще? Вот по скайпу кто-то заходит. Кто именно? Вот сегодня я один раз покажу. Вот. По скайпу. О-о-о, опять сколько их. Ой-ой-ой. Вот что тут? Это из Греции. Доброе утро, Игнатий Тихонович. Вопрос. Вот вы мне сказали насчет переводного мира. Я избавился от этой книги. Вы мне написали, чтобы избавиться от этой книги. То есть уничтожил, возьми, вы мои руки водою. Вот. Чтобы я осветил Святой Водой комнату. Там или где я читаю насчет Святой Воды. Это нужно взять Святую Воду или самому осветить воду молитвой. Скажите. Ну, я ему ответил. А, так это уже было. Вот он сколько встречает. Библия про Игил. Библейское пророчество. Да. 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 Добрый вечер, Игнатий Тихонович. Вот видите как. Я вам отправил высказывание человека. Ну, не знаю, он сектант или нет. Вам виднее. Вы человек, начитанный в нашей религии. Вам лучше знать, сектант или нет. Дядя Игнатий. Есть у вас что-нибудь об Игл, об инопланетянах с точки зрения Библии? Или как вы говорите во свете Библии? Ваше высказывание намного интереснее, чем этих людей. Иное есть. Это падшие демоны. Князь, господствующий в воздухе. Иван Иванов. Вот видите. Что он тут пишет? Поздравляет. Звонок я прочитал уже. Вот. То есть я не отвечаю никому. Это сегодня. Это кто здесь? Это Анатолий Крым. Добрый день. Ну видите, предварительно писал в скайп. Это я, видимо, ему пишу. Игнатий Лапки. На счет тут он вышел. Видимо, мне. Вот. Еще кто? Александр Чип Иго. Студятся и посрамятся все еще и сообщили. Да. Постыдятся и посрамятся рабу своему. Псалом 34, 26, 20. Это пожелание. Артур Костыльев. Добрый день, Игнатий. Я хорошо обдумал насчет поездки к вам в лагерь и решил не ехать. Так, как я считаю, это не подходит. Есть много других проблем, с которыми надо мне разобраться. Простите меня, грешного. Ну, было бы все. Я приглашаю редко. То есть у него он художник, запутался, разводы. И ничего нету. Сидит и цветочки рисует. Я говорю, приезжай, тут научишься работать. Живот-то свой маленько подтянешь здесь-то. И вроде бы согласился. Думаю, неужели приедет? Нет, не приедет. Все. Теперь отмена. Скажут, а я хочу ехать, уже не разрешено. Уже только год знакомства будет по-новому. Это что, сынель? Не знаю, что это такое. Добрый день. Хорошо. Еще больше нету. Добрый. Видите, которые зашли. Меня интересует еще вот это. Ну, тут все остальное. Так, это все уже идет. Не мое. Познать. Последить Библию. Ну, и все на этом. Богу нашему слава. На этом все. Это у меня что? Надо закрыть. И еще тут многое открыто. Теперь закрыть. Завершение работы. Все. Из-за этого. Ну, Богу нашему слава. Я ехала. Я ехала. Продолжение следует...